Друзья, привет! Вы на канале Воколесо и в этом видео мы с вами сравним шины Матадор МП-30 и Кармаран Стат 2. И начать я хочу с того, что Кармаран это производство концерна Мишлен в Сербии, а Матадор это концерн Континенталь. И производится он в различных странах, в том числе в России, но мы конечно же с вами посмотрим, где эти шины были произведены в любом случае. Итак, Кармаран. Кармаран это сербское производство и здесь мы видим направленный рисунок, собственно, как и на Матадоре. Но вы видите, что на Кармаране ламели нарезаны очень-очень реденько. В свою очередь на Матадоре они нарезаны достаточно часто. Это будет позитивно сказываться на фрикционных свойствах шины, имеется ввиду на фрикционных свойствах шины Матадор, и не очень хорошо на фрикционных свойствах шины Кармаран. То есть на льду в шине практически остается уповать лишь на шипы, а шипы вместе с тем вы посмотрите обычные такие кругленькие, ничем не примечательные. На Матадоре, к слову, тоже особенно ничем не примечательный шип, обычный кругленький, и фланец тоже такой маленький и круглый, а здесь тоже самое, но здесь фланец немножко покрупнее. Но я думаю, что навряд ли это будет играть какую-то существенную роль, а вот роль может играть, знаете что, вот такие вот очень-очень крупные канавки. Крупные канавки на Кармаране будут позитивно влиять на водоотвод и позитивно будут влиять на поведение шины в снегу в таком рыхлом, и на слякоть тоже отводить воду, слякоть будут хорошо. Здесь тоже достаточно крупно посаженные блоки, отводить слякоть будут хорошо, в воду отводить будут хорошо, в снегу будут вести себя хорошо. Но на льду шины Мотодор, я думаю, что будут вести себя немножечко лучше, за счет того, что ламели нарезаны более мелко, и за счет того, что шипов, возможно, здесь больше. Просто потому, что визуально это очень хорошо видно, но тем не менее, мы с вами посмотрим и посчитаем количество шипов, не то чтобы на всей шине, но мы возьмем участок определенной шины произвольной, одинаковый, и посмотрим, насколько плотно сидят шипы там и, в общем-то, здесь. Ну, а сейчас мы с вами измерим глубину рисунка протектора и сравним, какая же шина обладает более глубоким рисунком. Здесь 9,1 на Мотодоре, а на Кармаране, сколько же у нас, 8,5. В общем-то, рисунок протектора на Мотодоре поглубже. Это очень хорошо, как я сказал, будет влиять на поведение именно в снегу. Дальше смотрим боковины, друзья. Боковинка на Мотодоре очень эластичная, очень тоненькая, на Кармаране, собственно, тоже очень эластичная, очень тонкая. Здесь преимуществ ни у кого из шинных производителей нет. Шины в одинаковом размере, 205-55-16, поэтому мы, конечно же, взвесим и посмотрим, какая шина полегче, то есть, какая шина фактически будет экономичнее. Это очень хороший косвенный признак экономичности шин. Ну, может быть, прямо сейчас и сделаем. Давайте взвесим. Кармаран, значит, у нас весит 9,1, а Мотодор, сколько же у нас весит, сейчас посмотрим, 9,8, друзья. То есть, Мотодор потяжелее. Возможно, у него слойность каркаса шины немножечко повыше. Это мы с вами тоже, конечно же, посмотрим. Ну, а сейчас давайте посмотрим, насколько плотно посажены шипы. Для этого мы возьмем уже привычную, наверное, нам вот такую вот штуку, прозрачный такой лист. И это 30-сантиметровый лист, который выделяет одинаковую площадь на шине, что на этой, что на этой, и позволяет нам посчитать корректно количество шипов, то есть, плотность посадки. Раз, два, три. Итак, у меня получилось 20 шипов. Вы можете меня проверить на вот этом произвольном участке. Давайте посмотрим, сколько же на кармаране. 20 шипов, кстати, достаточно приличный показатель. А на кармаране у меня получилось 18 шипов, что тоже, в общем-то, неплохо, но все же меньше, чем у Мотодора. Таким образом, можно сказать, что плотность посадки шипов у Мотодора повыше. И, соответственно, количество шипов тоже наверняка с девяносточностью до 99% больше. Ну и давайте посмотрим, что же у нас с максимальными индексами скорости и нагрузки. Здесь у кармарана 94Т, это 190 км в час, максимальную скорость можно развить на этой шине, но не нужно, нужно соблюдать правила дорожного движения. А 94 это 670 кг на одну шину, видите, есть маркировка экстрало, то есть, шипов будет выдерживать 670 кг, или переводя на комплект, умножив на 4, 2 тонны 680, а на Мотодоре. Давайте посмотрим, наклеечки почему-то нет, может быть, и нормально, но, тем не менее, 94Т тоже самое. По индексу максимальной нагрузки и скорости разницы вообще никакой нет. И давайте посмотрим, есть ли разница в странах производства, ну, конечно же, она есть, потому что в Сербии, честно говоря, не знаю, что еще кроме кармарана и тигара производится, ну, их производных, так скажем. А вот разница в слойности каркаса вполне может быть, но давайте сначала по стране. Так, страна у кармарана, что же у нас здесь? Сербия, как вы видите, made in Serbia. У Мотодора смотрим, made in Russia, то есть, Россия. Итак, Мотодор производится в России, кармаран производится в Сербии. Если кому-то это важно, эта информация теперь у вас есть. А мы смотрим слойность каркаса. Итак, слойность каркаса на Мотодоре. Тред, то есть, та часть, которая соприкасается непосредственно с дорожным покрытием. Это один слой полиэстера, двойной стальной брекер и два слоя полиамида. И один слой полиэстера на боковине. Надо сказать, что это, в общем-то, все, потому что на Кармаране нет такой маркировки. То есть, узнать, как же армирована шина, слойность каркаса не представляется возможной в наших условиях. Поэтому, в общем-то, слойность каркаса смотрим только на Мотодоре. Ставим шину обратно и подводим итоги. Я могу сказать, что при прочих равных, конечно же, надо учитывать, что есть и разница в цене, друзья. Кармаран – это очень недорогая шина, а Мотодор все-таки стоит подороже. Разница у них будет процентов в 10-12. И, опять же, тут мне очень сложно, честно говоря. Я действительно симпатизирую Кармарану за свои деньги. Это очень качественная шина. Но есть детали, вот как, типа, нарезка ламелей более мелкая. Мне как-то вот спокойнее, наверное, было бы, если бы я одел шину Мотодор. И даже, может быть, вы скажете, ну, она производится в России. Многим этом почему-то не нравится. Но разница между российским и сербским производством, может быть, она есть. А может быть, ее нет, кто же знает. Тем не менее, мне очень сейчас сложно сказать, что бы выбрал я. Я могу сказать однозначно, что при прочих равных шины очень-очень близки. И, похоже, единственная разница, на мой взгляд, в них – это именно вот этот мелкий рисунок протектора. Мелкие ламели. И, конечно же, именно из-за них при прочих равных, потому что боковины одинаковые, индексы скорости и нагрузки одинаковые. Все в них почти одинаково. Но с таким протектором мне было бы, честно говоря, зимой немножечко поспокойней. Поэтому я готов доплатить 10% и взять Мотодор. Наверное, в этом сравнении для меня победил Мотодор. Все, друзья. Если вам понравилось это видео, ставьте ему лайк. Обязательно подписывайтесь на наш канал, потому что это лучшая мотивация делать эти видео и дальше. Спасибо большое и пока-пока.